Тюльпаны А вы знаете, что родина Тюльпанова – Ближний Восток. Уже в XI веке этот цветок стал символом культуры турков, сельджуков. В Османской империи тюльпан считался символом мира, спокойствия и обновления. Цветок изображали на фресках, керамических плитах, предметах быта, ювелирных изделиях. Название тюльпан связано с османско-персидским словом «тюлбент» – название ткани, которую использовали для головных уборов, тюрбанов. Форма цветка напоминала мастерски повязанное на голове полотно. А по еще одной из версий, османы еще и украшали головы живыми тюльпанами. Постепенно лингвистическая форма, сходная со словом «тюльпан», закрепилась и во всех восточноевропейских языках. Вот и все, что я хотел вам рассказать. А сейчас послушайте стихотворение Владислава Кернес-Амелина «Тюльпаны». Цветов так много на земле! Но сердцу милы мне тюльпаны Впитали всю красу в себе Их не постичь умом, глазами. Они, как ангелы с небес, спустились к нам на нашу землю, Чтоб свет наш бренный не исчез и победила жизнь над смертью. Что побеждало лишь добро, тюльпаны посланы всевышнему. То чудо к нам с небес сошло. В них каждый штрих не лишний. В них нет ненужных мелочей, все грациозно в них и смело. А запах просто чародей. В них все продумано умело. Цветов так много на земле, но сердцу милы мне тюльпаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова